Девушки отдыхают Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке Ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих И узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно И поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий А кто просто пришел поддержать учителей Вот, по всей видимости, это одна из митингующих Обычный учитель средней школы Довольно-таки еще молодой специалист Попробуем поговорить с ней Добрый день, новости дня Можно вас буквально на пять минут? Ну, а что, на пять-то? Бери уж сразу на час Нет-нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время А сейчас, если не против, короткое интервью Ну, ладно Давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому А то, вон, ты своей камерой мне всех девчонок распугал О! Попрятались все Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят? Чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире Ну да? А я всегда считала, что наоборот Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег Которые для меня немало сделали И мою первую Мариванну Несмотря на то, что мне тогда было всего 7-8 лет И Надежду Семеновну Которая обожала меня Несмотря на мои, так сказать, шалости И даже Физрука Сан Саныча С которым мы довольно-таки тесно и тепло Общаемся и по сей день Я уверен, что и вас Тоже любят и обожают все те Кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас А таких, я уверен, у вас уже было немало А будет еще больше Ведь вы довольно-таки еще молодой специалист Сколько, если не секрет Вы уже в профессии? Спасибо, конечно, за комплимент Но у меня уже 15 лет позади И я не собираюсь заниматься этим всю жизнь Какие ваши годы Мариванне, о которой я вам только что говорил В прошлом году исполнилось 70 А она в такой потрясающей форме Что у нее еще Есть чему поучиться А вы лучше скажите А какие проблемы Волнуют вас на сегодняшний день? Ведь не случайно Такое количество ваших коллег Сегодня вышло на улицу Так ведь В этом-то все и дело У нас, знаешь, какая Конкуренция Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров А вы говорите Конкуренция Ой, да врут все ваши газеты О, да я тебе хоть сейчас вон 30-40 девчонок в ряд поставлю Выбирай, но пусть Светлые Темные Худенькие Полненькие И все хорошенькие Молоденькие За 150-200 долларов И споют, как говорится Из пляшек А если им для начала Еще и налить Они такое вытворяют Что вам и не снилось Простите, вы Хотите сказать, что ваши коллеги Могут позволить себе Спиртное На рабочем месте? Да нет Ну они ж не нажираются Да бесплатно Ну так Грамм 150-200 Ну, чтобы язык развязать Для поддержания, так сказать Контакта Слушай А может быть Возьмешь кого? А? Да нет, спасибо Мне, знаете ли, как-то Ни к чему Что? Понятно Физрук Сан Саныч При чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно Ну Возьму я под свою опеку Одного специалиста Ну второго Проблему-то мы этим не решим Необходимо, чтобы У каждой из ваших коллег Была своя группа Человек 25-30 А? Как вы? Согласны? Ну это Ты загнул 25-30 Ну А вот скажем 5-6 Постоянных клиентов Вот это, пожалуй Самый раз Ну вот видите Получать деньги мы Хотим А поработать с группой 25-30 человек Уже сложно Не надо бояться Трудностей Вот У нашего физрука Сан Саныча Сан Саныча Была своя группа 38 человек В заключение я хотел бы спросить у вас Вот если бы можно было Повернуть время вспять То Кем бы вы стали Тогда? А вы знаете Я ведь С детства мечтала стать Учителем Спасибо Уважаемые телезрители Это был Репортаж С Ленинградки Где Сегодня Проходит митинг Учителей Средних школ Которые Несмотря На все Трудности По-прежнему Преданы Своей профессии Верны Своему Делу За что им большое Человеческое Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Простите А я Туда Попала Попал 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 В программе Попал Красивый Ты очень красивый Умный Девушка И ты очень правильно Сделал Что позвонил Мне Это очень хороший Видеомагнафон Очень хороший Я тебе к нему еще Пять Видеокассет Подарю Пять Фильмы Про любовь Немецкий Да здесь фантастич Тебе понравится Там один Девушка Такое Вытворяет На тебе Кстати похож Это не ты Случайно Простите А Какое Видеомагнитофон Хороший Хороший Японский Настоящий Сингапур Из Малайзии Привезли Нет Вы Наверное Не поняли Я По объявлению Ну Видеомагнафон Японский 250 рублей Я бы себе Оставил Но очень Деньга нужна Да Нет Вы Ошиблись Я По другому Объявлению По какому Ну Вот Солидная Ремонтная Компания Предлагает Все виды Услуг По евроремонту Элитных Квартир Класса Люкс Вот Это Ваше Объявление Там так Написано Да Ну Правильно Это Брат Тофик Давал Объявление Это Наша Компания Очень Хорош Солидный Все Сделай Куч Хочешь Нет Спасибо Виноград Киш-миш Без Косточка Сам Выковырил Нет Давай А чай Чай Свежий Такой Хороший Зеленый Очень Полезный Нет Спасибо Все равно Он закончился Так что ты Что ты говоришь Что тебе нужно Я говорю Что мой шеф Дал мне Задание Найти Солидную Ремонтную Компанию По отделке Отделаем За милую душ Всех Кого скажешь Один Минуточку Говорите Пожалуйста Я тебе Слушаю Да Да Компания Евротакси В аэропорт Машина Во сколько Нужно Какой адрес Не волнуйся Машин будет Тофик Брат Слушай Заправь Нашу Аку Один Женщин В аэропорт Хочет Так что ты Хотел Красивый Я говорю Вы Офисы Отделываете Офисы Да Конечно Офисы В первую очередь Отделываем Все там Красивым Белым Сделываем Один Минуточку Один Минуточку Говорите Пожалуйста Я тебе Слушаю Да Да Потомственный Колдун Иннокенти Снимаю Порчу Что Мужики Внимания Не обращают Ай-яй-яй Как Нехорошо Значит Так Подъезжай После Двенадцати Ноч Все Сделаем Недорого Ждем Один Минуточку Один Минуточку Тофик Брат Как Женщину В аэропорт Отвезешь Сразу Возвращайся С одной Женщины Нужно Снять Что-то Суть По всему Все Так Что Ты Хотел Красивый Мой Я Говорю Мой Шеф Хотел Бы Отделать Офис В стиле Хай-тек Вы Работаете В этом Стиле В каком Хай-тек А Конечно Конечно Хай-хай-тек Сейчас сделают Все умные люди Все Конечно Сделаем Потолки Побелим Стены Покрасим Все сделаем Один Минуточка Один Минуточка Говорите Пожалуйста Я тебя Слушаю Нет Нет Не ошиблись Клиника Еврокот Что Ожирение Кота Привозить Обследуем Специальная Диета Через месяц Вернем Не узнаете Недорого Ждем Один Минуточка Тофик Брат Слушай У нас в ванной Месяц Кот Поживет Жирный Как Свинья Не обижай Его Да И не Корми Я Обещал Из него Человек Сделать Так Что Ты Хотел Просить Я Я Говорила Про Хай-тек Хай-тек Ну да Хай-тек Ну В офисе Моего Шефа А Хай-тек Твоему Шеф Очень Повезло Хай-тек С такой Красивой Девочки Прямо В офисе Ой Нет Вы Наверное Не поняли Я Говорю Ремонт А Конечно Я Помню Потолки Покрасим Стены Побелим Все Сделаем Хай-тек Напишем Не волнуйся Конечно Все Сделаем Ты Деньга Принес Ой Но Мне же Сначала Сказали Все Оговорить Ай-яй-яй Мы Очень Солидные Хорошая Компания Предоплата Нужна Вдруг Аферист Какой-нибудь Аферист Сейчас Ходят На каждом Шагу Встречаются Целая Москва Аферистов Я же Не знала Не знала Она Сколько У тебя С собой Нет Ну что У меня Нет У меня Совсем Нет Немножко Совсем Чуть Рублей Пятьсот Пятьсот А Давай Это Хорошо Предоплата Нужна Обязательно Но Мне же Надо Еще На такси Ну Тофик Тофик Брат Отвезет Куда Скажешь Ну А вы Точно Вот Все Сделаете Все Сделаем Я же Обещал Хей-тек На потолке Хей-тек На стенах Все Не волнуйся Конечно Тофик Брат Бросай Сапоги Потом Тут Один Девушка Красивый Нужно Отвезти Куда Она Скажет До Метро Да И Не Увлекайся Ей Там Очень Сильно А то Тебе Ночью Еще Порчу Снимать Нужно Увлекайся Нужно Девушка Нужно Нужно Девушка